Вот здесь вот есть по двум сторонам и угло между ними, альфа, b и c. А представьте себе, что у вас дали альфа, угол, сторону а и сторону b. Вопрос. Получится ли, так сказать, четвертый признак конкурентости треугольника? То есть, вот давайте я нарисую картинку. Вот у вас есть треугольник, да? Треугольник а, b, c. А, b, здесь какая-то там вершина c. Представьте себе, что вы знаете длину вот этой стороны. Замечательно. Вы знаете величину вот этого угла. И вы знаете длину вот этой стороны. Вот это вы знаете. Задача определяется ли такой треугольник или нет, да? Нет. Почему? Потому что мы не знаем только, мы не знаем под каким углом расположены стороны а и b. Вот это вы не знаете? Да. Секундочку. Но вот это мы знаем. Ребята, нарисуйте мне, пожалуйста, ситуацию, в которой вот эти штуки у двух треугольников будут одинаковые, а треугольники будут все-таки очевидно разные. То есть, покажите, когда вот этих данных для определения треугольника недостаточно. Я задаряю вопрос. Можно ли определить треугольник по вот такой информации? А, c. Нарисовал, а, c. Это некоторый ответ. Да, он определённый. Ну, у нас b. Да. Длина его известна. Дальше. Мы ставим вот этот длинок. Да. И ставим длинок b, c. Да. Вот. Но, если тот же способом окружности, то эта линия, эта прямая может присыпаться с окружностью в другую сторону. Всё, молодец. Прямая могла пересечься не в одной точке. Ребята, он сказал абсолютно точную разумную мысль. Давайте я её нарисую здесь. Вот представьте себе, что вот этот уголочек у нас тупой. Продлите вот так вот луч и отложите в точности такой же угол. То есть сделайте, чтобы вот эти два отрезка были что? Ну, я не знаю, что ты вырисовывал окушки, но очень поняли идею, да? Чтобы они были одинаковые. И тогда вы получите забавную вещь. Вот у вас есть одно положение для точки b, и второе положение для той же самой точки b. Давайте, ну здесь немножко один чертёж на другой я накладываю, поэтому я так давайте внизу нарисую. Вы представьте себе, что нарисовали отрезок для дыбы. Отлично. Дальше отложили вот этот самый угол, замечательно. А вот дальше, какой может быть эта сторона? Прямо же такие. Если она совсем маленькая, то треугольник просто не существует. Она чуть-чуть побольше, всё ещё не существует. Она ещё побольше, всё ещё не существует. В какой-то момент здесь пошло под 90 градусов касание. Такой треугольник что? Существует. Не просто существует, а единственный. Окружность стала чуть побольше, точек пересечения стало сколько? Две. Две. Окружность стала ещё побольше, по-прежнему две. А в какой-то момент что произойдёт? Две. Пересечения опять станет один треугольник. Понятно? Морально. По вот таким данным треугольник иногда вообще не строится. Иногда строится единственным образом, а иногда таких треугольников два. То есть, всё, что вы должны запомнить, это простою картинку. Отрехок длины В. Согласитесь, это нехитрое дело. Угол проведённый. А дальше вот эту вот расширяющуюся. Идею поняли? Ну, я не могу, девочки, ровно рисую. Нарисуйте себя в красе. Замечательно. Между прочим, если бы вот этот вот угол альфа был дупой, если бы он был больше, чем 90 градусов, то тогда два треугольника никак бы не могло быть. То есть, вот если угол альфа прямой или дупой, то тогда не бывает два треугольника. А если угол альфа острый, то бывает ситуация, как раз. В общем, получается, что такого признака конкурентности нет. Но заметьте, что значит нет? Он в каком-то смысле есть, а в каком-то смысле нет. То есть, таких треугольников всё-таки слишком много не бывает. А именно, таких треугольников или ноль, или один, или два. Это очень часто помогает при решении задач, потому что, скажем, если таких треугольников всего два, то разобрали соответствующие варианты и планы.